Оператору Lightroom при работе с локальными инструментами редактирования. Первое. Как скрыть опорные точки? Чтобы скрыть опорные точки локальных инструментов редактирования, например, таких как редактирующая кисть или кисть коррекции, достаточно нажать на клавиатуре на английскую букву H. Чтобы возвратить их обратно, также необходимо повторно нажать букву H. Это работает со всеми инструментами локальной коррекции. Редактируя портрет, нам может понадобиться большое количество кистей редактирования Adjustment Brush. Одна кисть будет рисовать большие хайлайты на лице, другая будет делать осветление более локальное, третья кисть может рисовать блики на глазах, еще одна кисть может контурировать брови и так далее. И вот, когда вы делаете локальную коррекцию для быстрого добавления новой опорной точки, но без перехода в панель для щелчка по кнопке New создать, вы можете просто нажать на клавишу Enter или на маке Return, после чего начинайте работать уже в новой кисти. Каждый Enter приведет к созданию новой кисточки или нового градиентного фильтра. Для кисти коррекции нам понадобится часто менять два параметра. Это размер кисточки, а также сколько эффекта стекает с кончика кисточки. Ну, размер кисти довольно легко менять, если у вас на мыше есть колесико прокрутки. Именно оно будет увеличивать и уменьшать размер кисти. А вот как управлять параметром нажим или Flow? Клавиши клавиатуры от 1 до 0 будут управлять величиной эффекта Flow, нажим. Если вы нажмете 3, то будет 30% нажима. Два раза на 4 – 44% нажима и так далее. Девяточка будет соответствовать 90% нажима. То есть, довольно такой кисти, которая немедленно оставляет за собой явно видимый след. Кисть редактирования предназначена для того, чтобы нарисовать маску, под которой произойдет изменение самых разных параметров на изображении, но уже локально. Если вы работали на малых зумах или просто были неаккуратны, вы можете сделать отпечаток маски не в том месте, которое вам надо. Достаточно нажать на кнопку Alt на PC-компьютерах или Opt на Apple Macintosh и не отпускать эту кнопку, чтобы инструмент кисть редакции временно превратилась в инструмент Erase или резиночку. И тогда, пока ваши клавиши Alt или Opt нажиты, вы можете удалять те кусочки маски, в которых все-таки вы ошиблись и вам не нужно там, чтобы проявилось какое-то воздействие. Изменение цвета маски. Когда маска видимо, курсор наведен на опорную точку, можно изменить цвет маски, нажимая на быструю клавишу Shift плюс O. Она циклически переключает цвета с красного на зеленый, в бесцветную белесую маску и дальше в темную маску. Разные маски нам понадобятся на разных изображениях. Красный цвет маски лучше использовать при ретуши пейзажей зеленых. И наоборот, зеленая маска будет хороша при работе с портретами. Выбор оттенков цвета для наложения так называемых пленочных цветов. Если вы хотите окрасить часть изображения или все изображение тем цветом, который уже имеется на текущем снимке, то сначала выберите Color, цвет в качестве Effect. Затем щелкните по образчику цвета и когда появится селектор цвета, пипетка, щелкните и не отпускайте курсор и смещайте этот курсор в виде пипетки на нужный цвет на снимке. Как только вы это сделаете, любой цвет, на который вы навели в снимке, выбирается как пробный цвет, как пробу цвета. Когда вы находите нужный цвет, просто отпустите кнопку мыши, а чтобы сохранить этот цвет как образчик цвета, щелкните правой кнопкой мыши по одному из существующих образчиков и выберите опцию Set this swatch to current color. Сделайте этот цвет текущим. Как инвертировать действие градиента? Добавьте к изображению Graduated Filter или фильтр градиентный. Затем, какое бы воздействие под ним ни находилось, пусть это будет повышенная экспозиция, мы можем инвертировать воздействие градиентного фильтра, нажимая на клавиатуре на апостроф. По умолчанию маска градиентного фильтра рисуется от места первого клика с этим фильтром на изображении. Однако, если вы нажмете на Alt и сделаете клик в нужном месте, то градиент будет рисоваться от этой опорной точки в разные стороны. Изменение интенсивности локальных эффектов Применив любой из локальных инструментов коррекции, вы можете управлять величиной выраженности эффекта, примененного в последний раз, при помощи клавиш стрелка влево или вправо на клавиатуре. Так можно ослабить или усилить любой эффект.